На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «Скала». Бригадный генерал Корпуса морской пехоты Фрэнсис Хаммелл за годы службы потерял 83 подчиненных. Его парни совершали отважные поступки, гибли за свою страну, но никто так и не узнал о подвигах героев, участвовавших в секретных операциях. Более того, их семьям не выплатили компенсации. Хаммелл не может принять такое отношение правительства к его братьям по оружию. Он решает действовать, но перед этим идет на могилу жены, чтобы очистить совесть. Затем, вместе с отрядом элитных и преданных ему бойцов, генерал едет на военную базу, где хранится чрезвычайно смертоносный газ VX. Всего один шарик, разбившийся о стену, разъедает человеческую плоть за секунды. Бойца, допустившего ошибку и уронившего емкость с газом, приходится оставить, чтобы остальные могли спастись. Пока Фрэнк Хаммелл проводил операцию, специальный агент ФБР Стэнли Гудспид со стажером проверяет посылку, отправленную в лагерь боснийских беженцев. В посылке оказывается кукла со смертельным газом и взрывчаткой. Опыт Стэнли позволяет ему не потерять контроль над ситуацией и обезвредить бомбу. Ну давай! Готово! Дома, когда он рассказал о случившемся подружке, Карла делится с ним своими новостями. Она ждет ребенка от Стэнли и хочет за него замуж. Только вот Стэнли не торопится надевать кольцо. Генерал Хаммелл со своим спецотрядом приезжает в тюрьму Алькатрас под видом туристов. Оказавшись внутри, он ждет, пока всех разведут по камерам, чтобы они ощутили дух Алькатраса, а затем захватывает контроль над тюрьмой. В разных частях тюрьмы Хаммелл размещает 15 ракет, начиненных шариками с газом VX и направленных на Сан-Франциско. Он намерен заставить людей из правительства заплатить за гибель его бойцов. Если они откажутся, он взорвет ракеты над городом и погибнут сотни тысяч мирных жителей. О своих намерениях генерал сообщает директору ФБР Джеймсу Вумаку. Вумак собирает рабочую группу, и Мхаммелл излагает свои требования. Они должны перевести 100 миллионов на его счет. Из этих средств по миллиону долларов генерал хочет отдать семьям погибших бойцов. Остальные пойдут членам его спецотряда. Выслушав ультиматум Хаммелла, военные понимают, что ему никто не заплатит, а значит, надо обезвредить ракеты. Сделать это можно двумя способами. Отправить самолеты с термоплазмой, которая в момент взрыва сожжет опасный газ, но тогда погибнут заложники. Либо послать на остров особое десантное подразделение для захвата ракет. Снарядить самолеты зарядами с термоплазмой сложно, а потому военные решают собрать группу по обезвреживанию газа. Для этого помимо солдат им нужен лучший химико-биологический эксперт. И таковым оказывается Стэнли Гудспид. Когда с ним связалось руководство, Стэнли развлекался с подружкой. Уезжая на задание, он пообещал, что обязательно женится на ней, и попросил приехать в Сан-Франциско. Стэнли думает, что его вызвали из-за внеплановых учений, а потому уверен, что Карли ничего не угрожает. Помимо химико-биологического эксперта, военным нужен проводник по тюрьме. Иначе десантному подразделению будет не проникнуть внутрь Алькатраса. В этих целях решено освободить спецагента британской разведки, который уже сбегал из этой тюрьмы. Но его поймали и на этот раз засадили туда, откуда он не смог убежать. Речь о Джоне Патрике Мэйсоне. В конце 60-х он украл секретные сведения, которые собирал в те годы директор ФБР. И спрятал их так надежно, что микропленку до сих пор не нашли. Только поэтому Мэйсону сохранили жизнь. Чтобы Джон заговорил, ему обещают помилование. Однако договориться с ним непросто. Вумок считает, что шансы на успех есть у Гудспида, и Стэнли действительно удается найти с Мэйсоном общий язык. Он обещает помочь. Но подписанные им документы о помиловании Вумок разрывает на глазах у Стэнли. Ну конечно, почему меня это не удивляет, ты сукин сын? Перед началом операции Мэйсон потребовал предоставить ему номер в отеле и личного стилиста. Он хочет привести себя в порядок, ведь он задумал снова сбежать. Мэйсон знает, что раз Вумок заведует операцией, на свободу его никто не выпустит. По дороге в отель Стэнли звонит Карли и просит ее не приезжать в Сан-Франциско, но девушка против. Она подумала, что Стэнли просто не хочет на ней жениться. Приведя себя в порядок, Мэйсон заставляет директора ФБР пожать ему руку. Надевает на нее веревку с петлей, которую раздобыл, моясь в душе, и сбрасывает с балкона. Пока агенты спасают босса, Мэйсон уезжает на чужом хаммере. Ты смотри, чтоб не одной царапины, а то получишь у меня. Стэнли тоже угоняет машину и отправляется за ним в погоню. По дороге он узнает, что у Мэйсона есть дочь. Он находит ее дом и следит за ней до места встречи с отцом. Мэйсон позвонил ей, чтобы увидеться. Он сказал дочке, что его освободили. Но тут появились агенты ФБР и полиция. Девушка понимает, что ее отец снова соврал, что он до сих пор в бегах. Однако Стэнли, слышавший разговор Мэйсона с дочкой, говорит, что он теперь работает на ФБР и помогает в очень важном деле. На встрече с командиром десантного подразделения, Мэйсон дает понять, что схемы тюрьмы бесполезны. Он может провести группу внутрь только лично. После недолгих колебаний его включают в состав отряда. Туда же включают и Стэнли. Он далеко не в восторге от такого назначения. В вертолете их инструктируют, как действовать, когда они нейтрализуют угрозу. Нужно подать сигнал зелеными дымовыми шашками. Стэнли выдают атропин, который надо вколоть в сердце, чтобы не умереть, если разобьется шарик с газом. В Алькатрас десантная группа проникает по подводному тоннелю. Дальше проход закрыт. Но Мэйсону удается пробраться внутрь и отпереть дверь. Тем временем люди Хаммела заметили вертолеты, на которых доставляли к острову солдат. На их поиски генерал отправил своих бойцов. Наткнувшись на датчики движения в душевой, командир десантного отряда попытался их обезвредить, но те сработали. В помещении люди Хаммела устроили засаду. Командир Андерсон отказался складывать оружие. Обстановка накалилась, и из-за случайно упавшего кирпича началась перестрелка. Генерал, я говорю, прикасите, пожалуйста, ваших оружия! Людей Андерсона, несмотря на запреты Хаммела, убили. В живых остались только Мэйсон и Гудспид. Мэйсон решает уйти. Ему нет резона рисковать своей жизнью ради заложников в Алькатрасе. Чтобы его остановить, Стэнли рассказывает о смертельном газе и ракетах, направленных на Сан-Франциско. Он уговаривает Мэйсона помочь, ведь у того в городе осталась дочь, а у Стэнли беременная невеста. Хаммел узнает, что в туннелях еще есть люди. Его бойцы сбрасывают туда взрывчатку, чтобы выкурить их. Однако Стэнли и Мэйсону удается спастись. Только теперь у них нет связи со штабом. Они находят ракеты в морге, убивают охрану, и Стэнли вытаскивает из них чипы, управляющие снарядами. Без них ракеты просто упадут в воду, когда их запустят. Хаммелу докладывают, что охрана не выходит на связь, и он понимает, что в морге посторонние. Он высылает туда людей. Стэнли и Мэйсон сбегают от них. В перестрелке Гудспид спасает напарнику жизнь, впервые убив человека. Хаммел берет одного из заложников, приставляет к его голове пистолет, и по громкой связи требует вернуть ему чипы, иначе заложника убьют. Чтобы Стэнли не поддался на манипуляцию, Мэйсон уничтожает чипы, отправляет Гудспида искать оставшиеся ракеты, а сам идет к Хаммелу, чтобы отвлечь его. Он говорит генералу, что уничтожил чипы. Мэйсона закрывают в одной из камер тюрьмы. Стэнли тоже ловят, когда он обезвреживает очередную ракету и сажают в камеру. Используя самодельную веревку, Мэйсон открывает двери, и они со Стэнли сбегают. Тем временем военные получили снаряды с термоплазмой и готовятся атаковать Алькатрас. Они хотят уничтожить тюрьму вместе с заложниками, чтобы избежать еще больших жертв. Хаммел понимает, что им не заплатят выкуп. Он сомневается, стоит ли запускать ракеты, но его люди давят на него, и он уступает. Только вот ракета падает в море. Генерал намеренно задал неверные координаты. Мэйсон собирается бежать с острова, несмотря на уговоры Стэнли. Гудспиду приходится в одиночку искать следующую ракету. Его обнаруживают и хотят убить. Спасает его вовремя вернувшийся Мэйсон. Они понимают, что после выпуска осталась еще одна ракета, и идут ее искать. В коридорах тюрьмы они натыкаются на штаб Хаммела. Поняв, что он не собирался взрывать газ над городом, его бойцы хотят взять управление операцией в свои руки. Начинается перестрелка, в которой генерала смертельно ранят. Его оттаскивают в сторону Стэнли с Мэйсоном. Им он говорит, где находится последняя ракета. Пока Мэйсон отстреливается от капитана Фрая, Стэнли разбирает снаряд и достает чип. Его находит капитан Дэрроу. Он, как и Фрай, не намерен уходить отсюда без денег. Стэнли приходится запустить ракету прямиком в Дэрроу. Тут появляется Фрай. Гудспид сбегает от него, но теряет шарик с газом. Чтобы тот не разбился, Стэнли кладет его в карман. Когда Фрай нападает на него, Стэнли запихивает шарик в рот противнику, и тот умирает от отравления. Гудспид тоже получает дозу, и ему приходится вколоть себе атропин. Едва живой, он зажигает дымовые шашки, чтобы дать сигнал пилотам, которых отправили уничтожить Алькатрас. Однако один из пилотов уже запустил снаряд с термоплазмой, и тот упал на нежилой корпус тюрьмы. Мэйсон спасает напарника, и тот сообщает командованию, что Мэйсон исчез. В качестве благодарности бывший спецагент рассказывает Стэнли, где спрятал секретные сведения, украденные у директора ФБР в 60-х. Когда все закончилось, и Стэнли женился на Карле, он нашел микропленку, на которой были данные про убийство Джона Кеннеди, и многие другие занимательные секреты. Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите больше подобных роликов. Субтитры создавал DimaTorzok